Всем привет, меня зовут Артём, и вы смотрите Кады Крэп ТВ. В сети недавно появился первый полноценный трейлер новой картины гениального Кристофера Нолана под названием «Теннет», или, как перевели его в нашем прокате, «Довод». Я надеялся, что трейлер прольёт свет на сюжет картины, однако вместо этого он оставил новый вопрос относительно всего, что мы знаем об этом фильме. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, после глубоких, насыщенных и переполненных сюжетными поворотами картин, Кристофер Нолан не понизит планку, он вновь заведёт нас в дремучие лабиринты своей многослойной фантазии, которая, я уверен, перевернёт наше представление о шпионских триллерах. Нолан начал это ещё в 2000 году с фильма «Помни», где всё оказалось перевёрнутым с ног на голову. Уже через два года он медленно утопил реальность вязкой бессоннице. В 2006-м режиссёр доказал свои сверхъестественные способности в жанре нелинейного повествования, фильмом «Престиж». А ещё через четыре года своим началом ему удалось показать нам, что время относительно, и сон может быть неотличим от реальности. И вот, спустя 10 лет после начала, время снова стало мотивом его картины, поэтому присаживайтесь поудобнее, так как в этом видео я расскажу вам... Неужели довод – это продолжение начала? Наверняка многие из вас, увидев заголовок этого видео, отнеслись к такому заявлению со скепсисом, и это ожидаемо. Ведь Кристофер Нолан известен тем, что снимает свои оригинальные картины, не требующие продолжения. Его миры целостны и проработаны, а многослойные сюжетные линии в итоге сплетаются в узел и приходят к единому финалу. Однако, несмотря на тенденцию снимать самодостаточные картины без намёков на продолжение, в его фильмографии есть исключение из этого правила – фильм, который оставил у зрителей чувство недосказанности. Начало. Эта картина оборвалась на самом интересном моменте, заставив зрителей искать ответы. Нолан словно умышленно оставил в нас желание вернуться в эту вселенную ещё раз, и это неудивительно, так как режиссёр проделал огромную работу, чтобы создать целостный мир со своими законами физики. Он создавал его долгие 8 лет, так что кажется логичным, что эта идея завладела его сознанием, и он вновь вернётся в созданную им вселенную. Исключением также является и трилогия «Тёмного рыцаря». Нолан уже возвращался в созданную им вселенную, так что продолжение начала не кажется такой уж безумной идеей. Особенно учитывая современные тенденции кинематографа. Сейчас, в 2020 году, когда на рынке доминируют многосерийные франшизы и киновселенные, блокбастеры создаются по новым правилам. Сейчас мало просто придумать историю. Она должна быть готова к продолжению и расширению. Крупные студии, такие как Warner Bros. не хотят рисковать, поэтому на рынке блокбастер-фильмов сегодня главным товаром является не просто отдельная лента, а интеллектуальная собственность, IP, которая включает в себе всевозможные второстепенные продукты, вроде продолжений, спин-оффов, видеоигр, сериалов и игрушек во вселенной блокбастера. Да, кажется, нелогично выпускать продолжение, не сообщать о том, что это продолжение, ведь название главного фильма десятилетия с цифрой 2 определенно должно привлечь больше зрителей, чем неизвестный довод. Ну и за такими примерами далеко ходить не надо. Взять тот же Сплит, который по итогу оказался продолжением супергеройского фильма 2000 года, неуязвимый. Или вселенную Монстра. Немногие догадались, что Кловерфилд 10, триллер, снятый в большей степени в подвале, оказался прямым продолжением Монстра. Поэтому кажется, что проработанная вселенная Нолана обязана получить новую историю, рассказывающую о тех удивительных технологиях будущего, которые позволяют путешествовать между слоями реальности, где время идет по совсем другим законам. Да, именно время является главным мотивом начала, ведь, как мы узнали из фильма, в этой вселенной погружение вглубь подсознания приводит к изменениям в течение времени, а точнее к изменениям в восприятии времени, и это очень важно. Ведь именно восприятие времени и станет главным мотивом довода. Начало показало нам будущее, в котором технологии позволяли создавать собственную реальность внутри сна. Причем каждый уровень сна все больше замедляет время, но погрузившись в глубочайший сон, словно в кому, человек попадает в лимб. Лимб – это место, где сознание человека застревает в глубоком подсознании, а время там течет практически бесконечно долго. Засыпай глубже, ты словно пробиваешь уровни, замедляя время, а затем впадаешь в кому, почти на вечность. Можно прожить миллионы лет в лимбе и постареть умом, а тем временем в реальности пройдет всего лишь несколько минут. Получится, что слабоумный старик проснется в молодом теле, который ни капли не состарится. Сайто попадал в лимб, пока летел в самолете. Он прожил там сотню лет, став мудрым стариком, но потом с помощью Коба вернулся, как ни в чем не бывало. То есть на самом глубоком уровне сна время практически останавливается. А это значит, что по законам Нолановского мира, подсознание способно работать на немыслимых скоростях, близких скорости света. Иначе как она способна прожить во сне так долго? Коб тоже попадал в лимб. Он пережил все уровни сна и остановился на лимбе, который свел его жену, мол, с ума. Это был максимум, которого они достигли в погружениях между слоями реальности. На тот момент никто не знал, что дальше, что еще глубже в подсознании. Есть ли еще слои под лимбом? А если есть, то как в них течет время? И именно об этом Нолан может рассказать нам в доводе. Судя по началу, следующий слой – смерть. И в трейлере довода мы как раз таки увидели, как главный герой умирает, проглотив пилюлю с цианистым калием. Смерть – это главная тайна человечества. Так что неудивительно, что гениальный режиссер, играющий с загадками вселенной, захочет показать свой взгляд на главный человеческий страх. И рассказать о том, что в его вселенной смерть – это не конец. Это лишь очередной слой, из которого с помощью более сильного снотворного можно попасть в слой еще глубже. В фильме мы видели, как персонаж Джона Дэвида Вашингтона надевают какую-то маску с неизвестным газом. В ней же он изображен на постере, который, как вы можете заметить, разделен на две части. На одной главный герой стоит передом, а на другой – задом, и в маске. Становится очевидно, что именно газ позволит ему входить в какое-то особое состояние, позволяющее отматывать время назад. Также у него можно неоднократно заметить в руках чемоданчик, похожий на тот, в котором находилось устройство для соединения снов. Вначале героям требовалось сильное снотворное, чтобы погрузиться в глубокий сон. А в доводе кажется, что для того, чтобы нырнуть еще глубже, будет необходим сильный наркоз. С наркозом часто ассоциируются всевозможные мистические истории. И наверняка каждый из вас знает о городских легендах, согласно которым люди, побывавшие в коме, переставали стареть или обретали какие-то сверхъестественные способности и даже дар предвидения. И способность главного героя кажется именно таким случаем. Вспомните, что говорят люди, пережившие клиническую смерть. Будто вся жизнь пронеслась перед глазами, то есть отмоталась назад. Врачи пытаются объяснить это явление экстремальным выбросом гормонов, таких как дофамин, кортизол и норадреналин. И вполне возможно, Крис Нолан поставил похожий медицинский довод в основу сюжета своей картины. Ведь режиссер часто вдохновляется уже существующими теориями и концепциями. У него была и мистическая катушка Тесла в престиже, и научный взгляд на черную дыру в Интерстелларе, и даже бесконечная лестница Пенроза в том же начале. Так что и состояние выхода из тела от наркоза вполне может получить свою экранизацию в его вселенной. Наркоз позволит сознанию миновать смерть, погрузившись на слой глубже, в котором герой может видеть то, что еще не произошло. Еще не произошло. О том, что история довода происходит во вселенной, начало намекнул и композитор этого фильма. Людвиг Гернсон в конце мая прошлого года похвастался в Инстаграме своим сотрудничеством с Кристофером Ноланом. В своем посте он опубликовал постер с названием будущей картины. Вот только в нем было кое-что необычное. Дело в том, что слово «Теннет» на нем написано тем же самым шрифтом, который использовался в начале. Этот шрифт называется «Готэм», и именно им написаны все титры в трейлере довода. Также обратите внимание на еще одну странность. Несмотря на то, что название это «Палиндром», и Нолан даже обыграл его симметрию, перевернув конец слова вверх ногами, тем не менее буква «Н» умышленно написана таким образом, что не является своим полным отражением при ее повороте. Ее нижняя грань умышленно срезана, чтобы лишить буквы ее естественной симметрии. Ведь ее вполне можно было написать с двумя острыми краями, что при повороте идеально отразит букву. Однако это не так. Буква «Н» выделяется, а все потому, что при повороте на 90 градусов она становится похожа на цифру 2, что вполне может быть очередным намеком на то, что «Теннет» — это сиквел начала, это его вторая часть. Еще одним не менее подозрительным фактом является промежуток между премьерами двух картин. Фильм «Довод» выходит ровно через 10 лет после премьеры фильма «Начало», и на это тоже мягко намекает первый слог названия «Тен» или «Десять». Ну а самый первый тизер картины прямыми словами говорит о продолжении. Пришло время для нового главного героя. Пришло время для новой миссии. Новый герой и новая миссия. Будто в этой вселенной уже был другой главный герой, у которого была другая миссия. Помимо всего прочего, в «Доводе» также появится Майкл Кейн, который вполне может снова сыграть роль Майлза. О том, что герой будет погружаться в сон, намекнул и тизер фильма, опубликованный в официальном инстаграме. В нем название фильма вращалось словно стрелка часов, причем с разной периодичностью тизер менял свой цвет, с белого на черный и обратно. Белый может символизировать день, а черный — ночь. Реальность и сон. Причем обратите внимание на интересную деталь. Тизер начинается с дня, который идет 25 часов, затем погружается на такое же время в сон на те же 25 часов. Но, как мы помним из начала, время во сне происходит с другой скоростью. Во сне мозг работает намного быстрее, поэтому время воспринимается медленнее. Пять минут в реальном мире равны часу во сне. Поэтому же следующий виток дня становится короче. Затем новый слой сна, в котором проходит еще больше времени, и следом день всего лишь из четырех часов. Затем снова долгий сон и еще более короткая реальность. Тизер словно погружается через слой реальности, искажая время. В начале лимб почти останавливал время. То есть, если это выразить формулой, то в лимбе время в реальности стремится к нулю. Значит, на уровне глубже время должно остановиться. Смерть останавливает время в системе отчета умершего. Т равно нулю. А если нырнуть на уровень глубже, то время должно быть еще медленнее нуля. Но что за уровень может быть после смерти в киновселенной Нолана, если смерть – это конец? И если этот уровень есть, то какое время будет в реальности? Что может быть медленнее – отсутствие времени? То, что находится с другой стороны системы отчёта – минус Т. На этом слой реальности время течёт в обратную сторону. И этот слой вполне может называться «Автолайф». Что в нашей локализации перевели как «посмертие». Хотя в оригинале это звучит скорее как «после жизни». То есть уровень после жизни, уровень, на котором время течёт в обратную сторону, и это будто написано в самом подзаголовке. Ведь Теннет может быть символическим изображением этого равенства. Время в «посмертие» равно обратному времени в реальности. То есть умерев, а затем попав на слой глубже смерти, герой сможет отмотать время назад. Возможно, это устройство и газ позволят ему находиться в сознании и быть между двумя временами одновременно. Ведь в начале мы видели, что между слоями реальности есть связь. И так как его слои связаны, то для него это будет происходить одновременно. То есть это может быть словно предсказанием будущего. Еще не произошло. Герой сможет предсказывать события, которые еще не произошли. Для этого ему нужна лишь идея. Для этого ему нужна идея. И именно внедрение идеи лежало в основе фильма «Начало». Обратите внимание на то, что персонаж Роберта Паттинсона, напарни главного героя, постоянно спрашивает его обо всем. Создаётся ощущение, что он не видит того, что видит герой. Что здесь произошло? А также удивлённо смотрел по сторонам, будто не замечает переворачивающийся рядом с ним автомобиль. А значит, что герой одновременно находится в двух местах. В машине с напарником и в посмертии, в котором отматывает время назад в своей системе отчёта. Словно в дополненной реальности Бэтмена из Аркам Найт. Также в сцене с кораблём, который явно плывёт назад во времени, можно заметить, как с героем разговаривает, судя по всему, его начальник. Однако с общего плана видно, что рядом никого нет. Вероятно, в этот момент он снова предсказывает события, находясь одновременно в двух местах. На это также намекает название фильма. Теннет — это полиндром, то есть слово, которое одинаково читается как вперёд, так и назад. То есть его начало является одновременно его концом и наоборот. Ну а как вы думаете, станет ли довод сиквелом начало? Или Нолан лишит нас возможности вернуться в свою многослойную вселенную снов? Пишите ваши мысли в комментариях, а также не забывайте ставить свои принципиальные лайки, если вам понравился этот видос и вы хотите больше теории. Кристофер Нолан вообще известен своими интригами. Для Тёмного Рыцаря он запустил целую ARG — игру в альтернативной реальности, о которой я, кстати, делал отдельное видео, которое можете посмотреть, нажав на вот эту вот кнопку. Так что жмите и смотрите. Ну а на этом всё, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось новое видео уже на подходе. Cut the crown. Мы режем киноленты. Пока.